Всем расскажу и покажу, что ты за человек плохой. Так какая тебе разница, какой я вообще человек? С Белоруссией. Нет, она вообще с Белоруссией. Ну да, и да. Ну да. Ты понимаешь, просто я не сделал так, как они хотят. Тут же ж были много мнений. Большинство игроков поддерживали агрессивную политику и военную. А они поддерживали больше какую-то экономическую. Ну такую, как фермы, никого не атакуем и всякое такое. Ты понял, да? Ну и предлагали там свои варианты какие-то. Я послушал всех и решил сделать вот так. А не так, как они хотели. Естественно, если они сделали так, как они хотели, то я плохой человек. 22 года. Кстати, я тебя понял. Да, да, истеричка. С компьютером же мозги так или иначе поворачиваются. Ну и когда ты в играх сидишь, надо чуть-чуть отвлекаться от этого, общаться с людьми. Ну и вообще, на самом деле, не поддаваться просто эмоциям. Истеричка. Ну да, да. Это когда паника и истерика. Истерику закатывала, да. Так ты понимаешь? Вот помню такие слова. Прямо смешно стало. Она как-то пишет. Олег, ты какой вообще глава? Ты плохой глава. А она была в Р-4, понимаешь? И люди, которые ушли, они в основном были в Р-4. Ты плохой глава. Та-та-та. Мы рассылку делаем всем игрокам. И у тебя даже не спрашиваем, делать ее или нет. Я уже так промолчал про себя. Думаю, ты что? Какой ты у меня должна вообще что-то спрашивать? Ну вот, например, я сейчас захожу, а мне пацаны говорят, Олег, да вот так вот так. Поставить в известность. Причем тут спрашивать? Как будто я там должен что-то вообще решать. Конечно. Да это мозгов сколько. Да. В итоге. А Женя, девочка, ну тоже общались долго, много. В игре все новенькие. Ну, зума на нее так повлияла, видимо. Она, короче... Плохая у нас организация была с этими ловушками. Я говорю, а у кого лучше вообще ты мне покажи? Ну, и так она мне уже мозги делает. И так. Я говорю, ну организовывай ты. Она говорит, я не буду. Я не хотела даже становиться и Р4. Я не буду организовывать. Но так как... Но так как организовывал я, им не нравилось. С ловушками в чем проблема? У нас же ловушка вот сейчас будет после этого события. Откроем там. Так как у нас нет никаких проблем. Кто-то что-то недопонял. Ну, например, смотри, нас там играет 50 человек. 30 человек и все поняли, а 2 не поняли. И начинает проблему. Но всегда будут таких 2 человека, которые не поймут. А они уже начинали с этого какого-то слона лепить, короче. О, тут создали рейд, а я туплю. Паша создал. А что Паша, я не прошу. Ну, а этот Серега не сделает. А уже 4... Не знаю, уже минута прошла. Может, лагает помп. Ктулху делает. Да, ктулху, Андрюха. Кутлух? Ктулху. Ктулху. Ну, да. Типа бог. Ктулху. Бог. Ну, вот это, видишь, у него тут... Это какой-то... А, вот. Вот уже, Серега, да. Типа... Какой-то там... Бог. Ну, я так думаю. Я у него, кстати, не спрашивал, на самом деле. Ну, у меня еще 79 тысяч войска. Еще вообще все. Транно. М? Ну, да. Она во всех глючит. И у наших противников так же самое. Это не то, что только у нас глючит. У них тоже подглючит. Они понимают, что мы их сейчас выбьем. И они там уже думают, как бы нас выбить за этим. Нам надо только нас выбивать, сразу тререй это делать. Вот, Андрюшка, у него 50-го уровня госпожа. Вот до 50-го уровня, это надо где-то... Ну, 1300 грн. задонатить. Сколько ты задонатил в игру? Ну, я где-то 3200. Ну, я как один день бросил грн. 500. Потом на следующий день, по-моему, пакет чисто за 500 купил. И я еще ее выполнял. И я на эти акции велся. Там было такое, что-то на 12500 задонатить. На 12500 задонатить этих биокапсул. Потому что там плюхи такие прям вообще. Крутые, куча ускорилок. Потом вот это было зайчик радость. Или что-то типа того. Там, когда вот это... А, вот машинку нету у меня машинки. Не хватило денег. У меня... Я хотел машинку взять. Денег на карте не было. Понял. А я в деревне жил, в селе. И пока, короче, деньги я на карту положил. Короче, через 2 дня, после того, как машинка прошла, я 1300 еще задонатил. Последние. Но я хотел именно на машинку, а не получилось. Ну, на город получилось, видишь. У Паши машинка есть такая вот. А теперь, думаю, весь этот донат, что я донатил... Ну, он такой. Конечно, я по уровню там поднялся, все такое. Играл весело. А теперь, думаю, последний донат, который надо сделать... Ну, или не последний, а вообще донат, который надо сделать, это только в героях. Чтоб реально был мощный герой. Там вот госпожу эту. Чтоб у меня был пробивной герой, чтоб... Ну, ты сам понял, да? Угу. У меня меди 50-го, и много-то надо уложить. Не, чтобы у меня все еще стало. Да, надо собирать. Короче, на меди сказали... Я как видосы смотрел, вот эти обмен пазлов, понял? Вообще не обменивать. Потому что это самое глупое, что может человек сделать. Обменивать пазлы только на Николая. Вот. У меня есть, значит, 15 Николая пазлов, и 9 я могу обменять. Это уже как бы 24. А меди у меня сейчас майор 2. И 11 пазлов есть. А надо полковник хотя бы, чтоб стало. Что мы там пробили, не пробили? Вот еще нашел. А вот не дошел. Может, раньше уже пробили. А, сейчас вот пойдет к толку. И Андрей даже собрал рейд. Не добра вообще. Тулху не удалось захватить. Тулху не удалось захватить.